Наша цель очень простая. Мы выходим на улицы для того, чтобы в России состоялась системная, крупная, фундаментальная политическая реформа. Суть реформы сводится к, первое, формированию механизма политической конкуренции, и, второе, к тому, чтобы смена власти была гарантирована, чтобы смена президента, выборы Государственной Думы не воспринимались как землетрясения. Это очень важно. Это базис политической реформы, на которой мы настаиваем. Понятное дело, что такая политическая реформа неминемо приведет к ограничению личной власти Владимира Путина, к ликвидации режима личной власти и к ликвидации политической монотомии. Мы настаиваем на том, что это должно произойти в результате мирной трансформации от авторитарного режима к демократическому. Конечно, в идеале такой переход может осуществиться в рамках круглого стола, где просто шаг за шагом последовательно между представителями власти оппозиции. Можно было бы обсудить этот самый переход. Но также очевидно, что на сегодняшний день ни Путин, ни его окружение к таким переговорам не готовы. Поэтому ключевая задача оппозиции на сегодняшний день – это принуждение Путина к миру своим собственным народом, принуждение Путина и его окружения к таким мирным переговорам о политических изменениях страны, о проведении новых выборов и парламента, и президента, и, собственно, дискуссии о том, как эти изменения будут происходить. Методы у нас сохраняются прежние, некоторые возможности у нас появились в результате изменений последних месяцев. Но главный способ давления на власть на сегодняшний день – это, конечно, уличная акция протеста. За последние месяцы более эффективных способов не появилось, поэтому мы вынуждены сохранять вот это уличное напряжение на улицах и мобилизовывать людей на демонстрации, маршах, шествиях. Мы подчеркиваем мирный характер таких демонстраций. Мы не нацелены на вооруженный или насильственный захват власти в нашей стране, и мобилизация людей на улице для нас носит характер такого гражданского конституционного давления на власть. Те провокации, которые случились 6-го числа со стороны внедренных в толпу провокаторов, со стороны исполнительной власти, к сожалению, привели к столкновениям, но мы делаем все для того, чтобы вернуть протесты в мирное цивилизованное русло, потому что мы считаем, что именно в этом наша сила – способность проводить мирные массовые цивилизованные акции протеста. Да, в вертикальной власти появились некоторые трещинки, и мы эти трещинки обязаны использовать. Я бы даже не назвал это окнами возможности, это вот скорее трещинки. Возможность регистрировать партии, наконец, у нас появилась уже летом. Я думаю, появится несколько оппозиционных партий по-настоящему независимых, которые будут способны принимать участие в выборах и серьезно претендовать на представительство во власти. Другой вопрос, что те выборы, которые происходят, по-прежнему не являются выборами в классическом понимании этого слова, они не являются механизмом борьбы за власть, однако они дают оппозиции некоторую возможность для маневра. Мы рассматриваем как некую такую трещину вертикали и возможность для маневра оппозиции, и выборы губернатора, даже несмотря на то, что они носят вот такой обрезанный характер, и практически не оставляют шансов для регистрации независимого кандидата, у нас будет возможность наносить ущерб «Единой России» на этих выборах, потому что они не могут быть безальтернативными. И эта вот Госдумовская тактика «голосуй за любую партию, кроме «Единой России», очевидным образом трансформируется в тактику «голосуй за любого кандидата на губернаторских выборах, кроме кандидата от «Единой России». Ну, какие-то другие способы давления на власть у нас тоже появляются со временем, и очень важно сейчас не ослабевать это давление, потому что мы убеждены, политическая реформа и трансформация сложившейся в России политической системы возможно только в одном случае, в том случае, если граждане продолжат внешнее такое пульсивное давление на эту систему, только это оставляет нам шанс на серьезные глубинные изменения, о которых мы все так делаем. Все последние действия власти говорят о том, что единственная задача Владимира Путина и его окружения – это бесконечное удержание власти. Ровно поэтому вот эти законодательные инициативы направлены на то, чтобы бороться с оппозиционерами и гражданскими активистами. Нет смысла бороться с коррупцией, потому что коррупция не претендует на власть. Нет смысла бороться с бедностью, с нищетой, потому что не считая бедность, тоже никак не претендует на ограничение личной власти Владимира Путина. Поэтому принимаются те законы, которые будут очевидным образом направлены на борьбу с оппозицией. Автор закона о ужесточении санкций за нарушение на митингах, господин Сидякин, собственно, этого и не скрывал. Внесение поправок он сопроводил недвусмысленным комментарием в Твиттере «Оппозиционеры, готовьте кэш». Глупость власти заключается в том, что такими поправками они еще больше злят и без того рассерженных сограждан. Вместо того, чтобы попытаться людей успокоить, предложить им какие-то реформы, власти раздражают и злят людей. Ответственная власть ведет себя иначе. Ответственная власть борется не с протестами, а с причинами протестов. Ответственная власть стремится ликвидировать те общественные пороки, которые побуждают людей выходить на улицу, рисовать плакаты и скандировать лозунки. Безответственная власть, власть, не понимающая сути происходящих странных событий, будет бороться не с причинами протестов, а со следствиями. На практике это выглядит как заливание пожара керосином, и приведет, скорее всего, к еще большему усилению протестных настроений в нашей стране.